Здравствуйте, ребятушки, с вами расхититель мусорных баков. Ровно 11 месяцев назад Диме бомжу я снял вот этот гараж. И ровно 11 месяцев назад он в него въехал и начал полноценно, адекватно жить. До этого он жил на помойке. Кто не видел серии с Димой, обязательно посмотрите, они будут в описании. Ну и, собственно, поставьте лайк на это видео и пишите ваше мнение по поводу всего происходящего в комментариях. Ну а мы приехали к Диме в гости и посмотрим, как он сейчас живет. Ведь прошло, на самом деле, уже немало времени. Целых 11 месяцев. Это, грубо говоря, год. Здравствуй, Дим. Добрый день. Как вы? Как видите, я цвету и пахну. Захламили вы, Дмитрий, гараж. Ну не сказал бы, что я захламил. Так слегка прибарахлился. Захламил это еще когда, если бы я крышу занял. Вот это было, сказать, уже захламил. Ровно 11 месяцев назад ты сюда заехал. Верно, да. Что самое такое кардинальное, что у тебя в жизни поменялось за это время? Я знаю, ты устроился на работу. Да, совершенно случайно. Я не искал работу, она меня сама нашла. Просто как-то знакомые побеспокоились. Даже больше обо мне побеспокоились, чем я сам о себе. Сказали, так, Димон, не жуй сопли, вот есть возможность поработать. Я говорю, да, что за работа? Он говорит, не бей лежачего, просто надо охранять. Там деды древние, и ты с этим тоже справишься, если древние деды справляются. Заявление писал? Прям официально? Да, да. Прошу принять меня сторожем. Работа устраивает по зарплате? Работа меня устраивает хотя бы тем, что у меня нет теперь нервного вот этого мандража, что где взять деньги, чтобы оплатить вовремя гараж. Я, кстати, побывал у Димы на работе, вот посмотрите. Так, 29-й у нас бокс открытый. Так, что еще? А, вот 88-й. Вот такие нехитрые документы. Ну, рассказывай, как ты нашел такую работу интересную? Интересная работа, да. Ну, во-первых, всем здравствуйте. Это я, Дима Бомж, и никуда не исчез. Я устроился на работу, ребята. Работа эта громко сказана, просто тут надо охранять гаражи, 90 гаражей в моем распоряжении. Вон дубинатор, который можно использовать. Вон он везде. Бамбуковый, да? Бамбуковый, кстати, да, деталь очень важная. Бамбуковый. Скорее спина треснет, чем этот дубинатор сломается. Дим, расскажешь про свой график работы, и сколько тебе платят? Конечно, тут ничего секретного нет. Я свои 12 часов продаю за 800 рублей. То есть, по сути, вот 12-часовое дежурство с 7 вечера до 7 утра, за него платят 800 рублей. Сколько дней в неделю? Ну, так как у нас три сторожа, получается, мое следующее дежурство после двух сторожей. То есть, получается, сутки через двое. И сколько в месяц выходит? Мне 10 дежурств достается, и каждому из них тоже по 10 дежурств. Получается, мы получаем, каждый из нас получает 8 тысяч. В месяц? Да. Ну, то есть, за месяц я 10 раз выхожу на дежурство. Все. Ну, ты рад вообще? Работа устраивает? Да, ты знаешь, я уже думал, как бы так устроить, чтобы, например, я сам выходил на все 30 дежурств. То есть, ты хочешь первее всех, да? Ты понимаешь, это не сложно, в принципе. Смотри, вот это кресло-кровать. Им не запрещают пользоваться. То есть, я прихожу на работу, походил, обходы сделал. Когда спокойные дни, я могу вообще раскрыть ее и, ну, до 5 утра спать. Ребетки. Дима пошел бутылки сдавать. Ну, а мне что сидеть ждать? Приехал в гараж. Сейчас буду в телефон играть. Ну, самое время для того, чтобы вам рассказать про ребетки, про Hustle Online. Ребетки. Именно на Радмир РП вы можете воплотить все свои желания и мечты в игру. Всего лишь уделяя малую часть своего времени. Стать обыкновенным уличным гонщиком. Либо иметь крутой авторитет среди окружающих себя людей. Тут ты можешь найти себе невесту или жениха и сыграть своим свадьбу мечты со всеми своими друзьями. Или же оставить за собой хорошую репутацию, как в криминальном мире, так и среди рабочего класса. Ведь на проекте Радмир РП все как в реальной жизни. И если ты хочешь поиграть вместе со мной, заходи на 11 сервер. И не забывай вводить мой промокод Штребух, который даст тебе денежный баланс для легкого старта игры. Дай прокатиться, дай прокатиться, дай покататься, ну дай. Пацаны, ну прокатите, чё молчите, вообще у вас микрофоновая нету. В этой игру также есть возможность поиграть с телефона. Вбивай в Google Play или Apple Store название Hustle Online и скачивай. Жду тебя на 11 сервере. Ссылочка на игру будет в описании. Давай не тупи и залетай, и качай. Вот эту божественную игрушечку ебать. Вот сейчас я должен пойти, повключать свет. Мы сейчас и сделаем. Мы сейчас плавно переместимся на улицу. А вы, если есть желание, со мной просто пройдете свет. Дима, а вот это вот, уже ты баночки, да, сюда приволоку? К сожалению, да, блин. Председатель, конечно, если это увидит, он будет. На первое время будет спрашивать, а что это такое? А зачем опять? Почему ты сюда? Мы же вроде разговаривали, что давай. Гаражные дела – это гаражные дела. Только не тащи сюда на работу, ты сказал, да, да, хорошо, и что я вижу? Где? Да, да, хорошо, а в реальности что? Это сколько тут? Здесь банки у тебя, тут бутылки. Здесь банки, бутылки, это бутылки, там бутылки под стулом. Нифига, ты везде уже пораскидывал. Я, да, аккуратно. И пылесос плюс помойки рабочий нашел. Блин, пылесос, кстати, да, просто меня порадовал, потому что смотри, в каком он состоянии. Обалденно, реально. Такой можно за 2000 продать? Это его коробка, прямо номер на коробке соответствует номеру бортовому на пылесосе. То есть, как бы, ну, блин, такие находки крайне редкие, поэтому, ну, вот, вот как-то так. Посмотри, что сегодня будет у меня на ужин, на работе. Посмотри. Та-дам! Так это курочка вкусная, ну, дай-ка понюхать. Я думаю, это индейка. Бери больше, это индейка. Для начала мы включаем гостевые ворота. Правильно? Это делается вот так. Та-дам! О, чудо! Дальше мы бежим на ближайшую. Па-бам! Все. И теперь мы пошли по кругу. И заодно я, конечно, попутно смотрю на вот эти дела, которые председатель говорит. Сохранность замков, чтобы гаражи были целые, не вскрытые. Если что-то подозрительное заметил, надо записать обязательно. А то даже и сообщить сразу. Вот эта штанга у нас не работает. И даже если я сейчас подойду, нажму, чудо не произойдет. Та-дам! А он тебе не говорит что-то менять такое, подработку не предлагает? Не, ну, если я туда полезу, это может закончиться. Не, подработки я уже нахватал. Здесь же тоже. Помимо дежурств я еще по территории собираю мусор. Это доплата 50 рублей за каждое дежурство. И покос травы у меня тоже 500 рублей. Итого я получаю 9 тысяч. Не 8 тысяч, как другие мужчины. Они только за охрану получают. А я еще за покос травы получаю и за ободку мусора. Молодец! Поэтому, блин, если бы я умел, например, по электрике что-то делать, можно было бы еще очень неплохо хотя бы полставки за электрика получать. Плюс подработки, вот сколько в общем, какая сумма? Ну, в цветочном магазине у меня подработка, где это 900 рублей в месяц. То есть, это просто тупо я прихожу, здравствуйте, девочки, мусор готов. Они говорят, да, готов, я забираю мусор. Все, до свидания, девочки, приятно общаться. Все, я за них выношу их мусор. Все, понял, да? То есть, чтобы они в красивой шмотке не ходили на мусорку со стремным мусором. И сколько стоит пакет вынести мусор? Ну, в целом, где-то тысяча. То есть, 900 рублей оттуда, 9 тысяч. Основная работа, 900 рублей с цветочного магазина. Ну, и плюс баночки, бутылочки, чермет, цветмет и все прочее. В месяц примерно сколько? Ну, пятнашка есть. 15-й? 15-6. На жизнь хватает? Мне хватает. Еду ты не покупаешь, на помойках ешь? Еду я в основном с мусором ем, да. Какая-то привычка такая осталась у меня. Или я страх потерял, или что, я не знаю. Ну, какие у тебя расходы в месяц? Получается, 6 тысяч, аренда, 300 рублей, свет. Грубо говоря, 7 тысяч рублей уходит на гараж и свет. А остальные куда ты тратишь? Откладываешь? Нет. Я не могу даже ни на что отложить до сих пор, представляешь? Даже не начал откладывать. Что-то покупаешь там? Просто я соблазняюсь. Да вот элементарно, вчера я купил велосипедную корзину, 630 рублей. Просто корзина на велосипед передняя. Дим, позовешь в гости-то? Самое интересное. Блин, может не надо? У тебя же схема какая-то прохода особенная. Там же просто так не пройти. Ну, так получилось, да. Так случилось, что теперь сюда просто так не залезешь. Да, тут, в общем... Ну, давай, ты первый проходи, а потом я за тобой. Да, тут надо вот сделать себе что? Опору. Надо ступеньку. Как ее делаешь? Вот так берешь, лишнее отсюда удаляешь. И вот, о чудо, уже есть ступенька у тебя. Все. Здесь захватиться вот так как-нибудь. И все. И дальше шагать туда. Вот я стою на одной ноге. Этой ногой я шагаю внутрь. И исчезаю внутри в гараже, как в подводной лодке. Я здесь. Я у себя дома. Блин, как тут узко. Да. Собственно, вот так я сюда попадаю. Вот так сажусь. И у меня здесь вот такое небольшое место, где я могу поесть. Все. Это все, что осталось. Нифига, ты нашел рабочий телефон? Да. А что эта моделька? Сони? Нет, это Fly. Обычный Fly. Но он с таким еще прибамбасом интересно. С колечком. С колечком, да. Как новый этот телефон? Я сам удивился. Дим, я думаю, что больше всех интересует вопрос, ездил ли ты на барахолку? Продавал ли ты что-то там? Да, конечно. Сколько раз? Четыре, по-моему, раза. Сколько в день зарабатывал? По-разному. Один день я заработал, я помню. Продал две пары обуви по 200 рублей. Хотя я выносил 17 пар обуви. Реально с собой 17 пар тащил в коробках. Вот так, в коробках прямо. Не просто насыпью. Каждая пара в коробках была. То есть я потратил 100 рублей за место и 400 рублей только заработал. То есть вот и все. Получается, ты всего лишь с собой взял 17 пар обуви и все, да? И этого хватило, да, чтобы все торговое место. Я заставил обуви только. Тебе надо было, блин, брать очень большие объемы максимально. Желательно было бы на Газели, конечно, привозить прям сумок 6 огромных. Газель – это же платное удовольствие. Ну, конечно. Поэтому тут такой вопрос. Вопрос, сколько я могу потратить на накладные расходы? При таких скромных торговых объемах я ничего не могу потратить на накладные расходы. Иначе я буду просто в минус уходить. Колбаска, еще колбаска. Сырочек. Тархунчик. Тархунчик. Кефирчик. Майонезик. Два паштетика. Хлебушек. И что-то еще. А, вот еще казинаки. И печенье, вот там еще. Получается, это вся твоя еда на столе? Или у тебя есть, может, какой-то холодильник? Нет, я холодильник… Хотел бы, если я хочу купить холодильник, чтобы он был свежий, новый. Для этого нужно хотя бы начать собирать. Хотя бы начать. Я еще ничего не начал собирать. У меня еще к тебе вопрос интересный. Допустим, если бы пришел человек и дал бы тебе любую сумму денег, за сколько ты бы продал все, что находится сейчас в гараже? Все, что ты вот за 11 месяцев натаскал? Ну, тут не так много-то всего. Ну, ты бы смог от этого избавиться? Да я не знаю, а зачем одному человеку все это? Здесь нужно человек 20-30. Каждому что-то свое нужно. Кто-то скажет, о, стульчик симпатичный, продай мне за 150 рублей. Дим, тебе сколько лет? 49? 49 с половиной. Ровно. А когда у тебя днюха? 7 марта. Как здоровье? Фу-фу, нормально все. Не болел отца эти? Нет, удивительно. Мне говорили, как ты ешь с мусорки. Ты, блин, ты столько всего уже понаел. Скорее всего, ты просто не обследованный. Ну, в тебе куча болезней. Прямо целый клубок болезней. Потому что ты каждый день инфицируешь себя. Специально инфицируешь просто грязными руками. Ты ешь с грязной мусорки. Грязные объедки чужие, как бы. Ну, вот так вот. У тебя здоровье обалденное. Ты зубы чистишь? Нет. У тебя зубы вообще все целые. Я зубы не чистые. Ну, не чистые. А можешь и так сделать? А зачем они желтые? Ну, они у тебя нифига себе для этого возраста. У меня зубы хуже. Расскажи с самого начала. Где ты котенка нашел вообще? Блин, вот представь, вживую я тут 7 месяцев. А тут на тебе, нашел котеночка на улице. Представляешь, припер его сюда в гараж. И вот он у меня прожил со мной вместе 3 месяца и 3 дня. А потом с ним случилась беда. Его просто собаки уличные вот так вот поживали и умертвели. Я пришел, а такая маленькая тряпочка черненькая лежит. У него лоточек, он до сих пор стоит. Я не могу убрать до сих пор лоточек, потому что там его лапки отпечатались. Понимаешь? Последний день перед смертью он там, да, вон они лапки отпечатались. Вон там дальше. Я его с пипеточки выкармливал. Он ничего не кушал, ему еще рано было кушать. Я покупал козье молочко и выкармливал с пипеточки. Просто из бутылочки брал пипеточку и вот так его в ротик. Он пил, пил. Ну, как бы это была имитация того, что его как будто мамина сисечка кормит, понимаешь? И вот на молочке вот так вот мы питались. Жизнь какая-то, знаешь, вот как поменялась на до и после. Все, мне почему-то не стало интересно. Не вот эта вот суета, о которой я сучусь, понимаешь? Ну, знаешь, вот ты спрашивал, да, за сколько бы ты все это продал? Да не знаю я. У меня как-то мысль пришла. Вот так я сидел, печалился тоже. И как-то мысль пришла, что я просто бы вот от этого всего бы отказался бы. Вот если бы можно было как-то вернуть обратно. А это из-за котенка? Сейчас, подожди. Прости, я до сих пор не могу нормально воспринимать это все. Ну, блин, надеюсь, что как-то время немножко меня подлечит хотя бы. Получается, 11 месяцев назад зима была еще, да, когда ты сюда заехал? Нет, я осенью заезжал. Осенью? Я заезжал. Самую жесткую зиму ты тут пережил. А, я всю зиму здесь был. Я никуда не выезжал. Хотя один раз я не смог даже выйти из гаража по такой простой причине, что люди, мои соседи, видимо, не знали, что я здесь живу. И каждый от своего гаража снег отгребал под мои ворота. У меня был вот такой сугроб, получается, что я даже не мог даже дверь хоть как-то приоткрыть. Я из-за этого 7 дней был в гараже, закрытый, запертый. Хорошо у меня запас воды был, запас еды был, крупы какие-то были. Ни фига у тебя тут слой пыли уже такой. Пыль вытирал хоть раз? Один раз вытирал. Аж ты мог такое делать. Это пыль тоже коллекционная, видишь? Слушай, ты бы мог, вот у тебя сейчас есть лишние такие деньги, да, вот ты зарплату получаешь. Сколько у тебя свободных денег в месяц? Тысяч 6, да? По идее, ты бы мог каждый месяц покупать по стеллажу и потихоньку расслабляться. Самое ценное оставлять, а то, что не особо ценное, на барахолку потихоньку отвозить. Да, ну стеллажи, вот я регулярно ими интересуюсь. Ну ты видишь, у меня то покупка велосипеда внезапная, из-за своей расхлябанности я потерял велосипед, просто тупо из-за своей расхлябанности. Дим, почему не сдаешь бутылки? Сдаю. Да? Сдаю. Но не успеваешь, получается? Не успеваю, да. Потому что они копятся быстрее, чем ты их сдаешь. Совершенно верно. Их просто не надо приносить, но я не могу перестать их собирать. Ты согласен с тем, что у тебя какая-то болезнь? Это болезнь. Я согласен. Ты знаешь, какой диагноз? Плюшкинизм, я не знаю. Еще вопрос. К тебе мама в гости сюда приходила? Нет, нет, мама не приходила. Во-первых, я не звал, хотя маме я четко написал дома, написал прямо ручкой локацию, где я нахожусь. Прямо все вот я нарисовал ей схему, что вот маме 75 лет в этом году исполнилось, как бы уже такой возраст, что им тяжеловастенько, наверное. Да и вообще не тяжело смотреть на это. Вот представь, ты растишь ребенка, и вдруг на 49-м году жизни твой ребенок вот начинает вот такой жизнью жить. Уходит жить в гараж, непонятно чего, зачем, платит какому-то чужому дяде деньги. Вместо того, чтобы эти деньги домой нести, маме бы их отдавать, понимаешь? С благодарностью за то, что она меня кормила, воспитывала, да? Нет, эти деньги мимо маминого носа, мимо моего носа уходят. Я же не могу на них рассчитывать. Я их тупо получил и дядя отдал, получил, дядя отдал. А сам хожу на помойках питаюсь, понимаешь? Маме, наверное, тяжело смотреть на вот эту деградацию. Ей лучше дистанцию держать, понимаешь? Вот там где-то я живу в гараже, у меня все хорошо, у меня там все, что мне интересно, все получается. А так, конечно, что ее сюда тащить? Чтобы она охренела, чтобы она поняла, что эта болезнь у ее сына прогрессирует. И теперь он довольствуется не маленькой комнатой в квартире, теперь он довольствуется большим гаражом. И его он уже тоже засрал. Поэтому, ну что, мама, я думаю, здесь просто опечалится и схватится за голову. Дим, знаешь, что я подумал? Представь вот такой вот расклад. Ты переезжаешь, вот в России очень много заброшенных деревень, ты переезжаешь в заброшенную деревню, выбираешь себе там самый лучший дом, заводишь там собаку и живешь как типа отшельник, но как бы охотишься, выращиваешь там на огороде еду. Мы же в Краснодаре живем, тут земля плодородная, не думал ли ты вот так вот переехать в какую-то заброшенную деревню? В заброшенную деревню нет? Ну, либо дом какой-то купить. Вот недалеко отсюда есть хорошие дома, брошенные. Да. Но они на продажу выставлены. Нет, тут все дорого, вот именно там в гараже. Нет, здесь тоже недорого. Ближе к Сочи, там, не знаю, горячий ключ, там есть всякие заброшенные дома. Ты умеешь выращивать там типа картошку? Да научусь, е-мое, в конце концов на нее заработать можно. Я уже тоже думал, что, понимаешь, вот формат гаража, он хорош, когда ты сам на сам живешь. А чтобы зверюшек завести, оказывается, видишь, что... Земля нужна. Земля нужна и хорошая, хорошо отчерченная территория своя, понимаешь? Да, и тогда внутри вы живете своей семьей тесной, понимаешь? Есть место и для собаки, есть место и для кошачков. Вон, посмотрите, ребят, как Дима закламил гараж, это все с помойки. Мало вещей он тут покупал. Для кошки, допустим, вот этот рюкзак. Ты почем его брал? По-моему, 1500 рублей, по-моему, всего. Вот, что я тебе хочу подарить. Может, он тебе пригодится. Вдруг кто-то на помойке к тебе там типа докопается. Чтобы проблем не было, будешь его предъявлять. Пропуск мусорным баком. Классно. Там с печатью. Более набалденно. Так у меня теперь документ есть. Да, на помойках. Я, наконец, теперь уже дипломированный помоечник, мусорщик, кормилишник. О, Андрей, привет. Тебе пришли что-то купить? Да. А что продаешь? Белый стул вот этот. А, вот этот стул? Да. Почем? За 150 рублей. Дешево. Да, все правильно, как договариваюсь. Спасибо. 150 рубасов Дим заработал. Да. Дим, и я думаю, самый главный у меня к тебе вопрос. Какие у тебя вообще планы на будущее? Сейчас надо немножко вот это мне прийти в себя по-человечески. Потому что что-то я как-то слишком в этом, в своем горе, после потери котенка, что-то я в этом горе слишком искупался, задержался. Надо как-то выходить из этого всего. Я уже сам понимаю, что это ненормальная ситуация. И дальше все по той схеме, как я себе нарисовал. Все нарисовано в голове уже здесь у меня. Ну, вкратце так, по-быстрому. Стеллажи. Реализация. Место для отдыха. Вот эта вот, там специальная такая фигня, такая, как качель-кокон такой, знаешь? Ага. На таком подвесе. Вот так вот садишься в нее. Книжная полочка, да? Тумбочка книжная, да? Чтобы лежать, книжки читать. Там все вообще будет. С книгами, да, отдельно будет ситуация. Отдельный стеллаж будет книжный. Конечно, второй вел обязательно. Второй вел. Два велосипеда? Обязательно. Один вел для выпендрежа. Вот то, что я тебе сказал. Понял? Вот это. Я не знаю, где деньги на него взять, но это просто очень хорошее. И, кстати, вопрос интересный. Тебе туда вообще из-за того, что ты гараж не можешь закрыть? Я так понимаю, когда тебя нет, тут может кто-то залазил, что-то воровал. Были прецеденты? Были, да. Но пока только отщипывают по чуть-чуть. Вот здесь, да, на улице? Да, да, да. А туда не лазил никто? Лазили. Чего забрали? Палку взяли и так, с крюком, видимо. И до чего дотянулись, то и забрали. Жесть. Забрали пару рюкзаков с вещами. Ну, сами рюкзаки хорошие были. Ну, то есть, до чего дотянулись палкой? С крюком, а так вот что дышите? Короче, порыбачили. Да, о, о, умничка, порыбачили. Я так и буду их назвать. Халявщики. Рыбачки, да. Ребят, я думаю, когда выйдет вот эта серия с Димой, сюрприз-боксы уже точно будут в наличии. Их можно будет купить. Купить их можно по ссылке в описании моей группе ВК. Пишите в сообщение. Будет там в этих сюрприз-боксах рандомная техника, с помоек, все рабочее будет. Все самое лучшее, что есть у Димы, я буду складывать в коробки. Ну и, собственно, дарить вам. Поэтому там в группе ВК можете заказать. Есть три варианта сюрприз-бокса. За полторы тысячи, за две пятьсот и за пять тысяч. И сюрприз-боксы, самое главное, они окупаются. Если вас какая-то вещь не устроит, вы сможете ее продать и даже денег заработать. Ну и плюс это супер оригинальный подарок. Также не смогу ни промолчать и не показать пропу с мусорным баком. Их также можно купить по ссылке в описании моей группе ВК. Стоит такой пятьсот рублей. Хочешь ли ты что-то передать молодежи, подрастающему поколению? Все-таки ты уже прожил почти 50 лет. Я живу свой 50-й год. Что посоветуешь неначной молодежи? Какие советы даже? Блин, да я всегда одно и то же советую. Никогда не занимайтесь мусорками. Есть нормальная сторона жизни. Никогда не знакомьтесь с изнанкой жизни. Это изнанка жизни. Мусорка просто такое место, куда ненужные вещи выкидывают. Все, повернулся, ушел, не надо там рыться, не надо там чужое счастье искать, не надо там ничего делать. А я хочу вам сказать, не балуйтесь. Самое главное в жизни это не баловаться. Как заверяли отцы, баловаться не надо. Всем пока, ребят, до скорых встреч. Пишите пожелания Диме, всякие там свое мнение в комментариях. Ну и ставьте лайк, кто не поставил. Спасибо, что досмотрели до конца. Дим, я думаю, через годик я тебе постоянно буду заезжать в любом случае. Короче, я надеюсь, что в кратчайшие сроки ты это все расхламишь. Максимально денег заработаешь и купишь себе велосипед. О, да, вон тот, американский. Да, за 50 тысяч. То, что надо. То, что надо. Я думаю, он меня дождется. Все, всем до свидания. Я ванны солнечные принимаю.